Народу собралось много. Едем медленно, но я думаю, скоро ускоримся. В здоровом теле здоровый дух. Эту заповедь всех спортсменов легко воплотили 13 участников курганского любительского велопробега. Без устали велосипедисты разных возрастов и профессий докатили до первой остановки. Точки продажи цветочной рассады неподалеку от дачного кооператива Иволга. Возле памятника садят сальвию обычно. Она такая и целый год светет. Прекрасная просто сальвия. Такие высокие у них, как свечечки. Красные. Ну и еще у нас, конечно, питунья. Это тоже. Ну, возле памятника, конечно, лучше сальвию. Пьем. Чай зеленый. Среди всех велосипедов оригинально выглядел так называемый чоппер – прогулочная модель. Его хозяин Александр Кожевников собрал железного коня из двух велосипедов. Крастобайк, он же чоппер, достаточно распространенный. Но ввиду того, что у нас в городе нету растобайков, я решил сделать сам. Есть такая заповедь у самодельщиков – не можешь купить, построй сам. Удобно, велосипед разгоняется, набирает скорость быстрее, чем обычный. И посадка достаточно удобная. Акрас для чоппера Александр выбрал даже сказочный, как чешуя красного дракона. На велосипеде прокатились все, включая видеооператора нашей съемочной группы. Мы давно занимаемся велоспортом. И решили, что мы поучаствуем, познакомимся со всеми людьми, которые в Кургане заняты, тоже ездят на велосипедах. Мы встретили очень много друзей, как оказалось, познакомились. И решили, что если будут еще такие акции, то обязательно будем принимать в них участие. Я хотел ехать чуть-чуть, немножко побыстрее. Обычно ехал второй или третий. Иногда заезжал в первый, а встал-то я не очень. Еще бы проехал километров 20. Целью 35-километровой прогулки стал не только активный отдых. В деревне Становое участники пробега заранее решили благоустроить территорию памятника сельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Даже не отдохнув, велосипедисты взялись копать, полоть и высаживать цветы. Чтобы сделать что-то полезное, тем более 22 июня началась война, мы взялись восстановить этот памятник. Хотя здесь он и приведен в порядок, но чтобы привести это еще в более лучший вид. Деревня Становая – это первый шаг на пути реализации нашего глобального проекта «Самый спортивный регион». Чертовски приятно, что народ объединяет, наверное, не увлечения спиртными, наркотиками, а здоровое увлечение спортом – это так классно вообще, это замечательно, я считаю. Я не ожидал, что приедет столько много народу, а вот все, в общем, удалось. Нам даже помогал ветер, дул спину, а вот поэтому мы доехали достаточно быстро. Первый блин не был комом, у нас все получилось, и я думаю, это мероприятие не последнее. Мы будем продолжать заниматься подобными вещами, добрыми делами. Неважно, спортсмен вы или просто любите активный отдых, увлекаетесь шашками или волейболом. Акция «Спортивный регион» стартовала, и впереди горожан ждет еще много веселых соревнований и добрых дел. Оксана Савакова, Евгений Бородин, телекомпания «Регион-45».